я приветствую всех любителей аквариумистики а также подписчиков и гостей канала в нашей настольной рубрике акватехника меня зовут алексей и сегодня в нашем выпуске на обзоре на мой взгляд очень нужный и полезный девайс для каждого любителя аквариумистики это портативный компрессор который работает на батарейках соба sb960 любезно предоставленный на обзор компания quatrate новосибирск за что хотелось бы выразить им благодарность и напомнить что ознакомиться с полным каталогом товаров компании можно пройдя в их интернет-магазин по ссылке в описании этого видео но мы давайте продолжим и уже откроем эту коробочку и посмотрим как выглядит из чего состоит наш компрессор на батарейках вообще моей практике регулярно я пользуюсь такими компрессорами и сейчас как раз в обзоре мы рассмотрим варианты для каких он используется в каких случаях ситуациях этот компрессор можно и нужно использовать такой небольшой пластиковый компрессор есть крепление на котором можно куда-то вешать один канал работает у него один выпуск кнопка включения выключения и сбоку две таких застежки помощью которых он открывается как правило все вот именно компактные компрессоры такие которые работают на батарейках они комплектуются всегда трубкой и распылителем но о китайских я говорю потому что фирменные ни разу мне не попадались вот такой распылитель и трубочка которая сейчас мы отклеим которая скреплена значит скотчем двухсторонним каким-то вторым обычным скотчем как право трубки эти небольшие так вот мы скотч убрали давай давай отлепляйся уже очень липкий китайский скотч сегодня попался вкусно у нас трубочка ну вот буквально наверно полметра и и диаметр длина диаметр стандартный 46 мы чуть позже прям с ее помощью этой трубки протестируем как работает наш компрессор пусть пока на расправляется тут лежит но хочу сказать что несмотря на небольшой и на небольшую длину трубку зачастую этой длины вполне хватает для того чтобы компрессор работал я обычно использую в работе таких компрессоров самые простые солевые батарейки цена за которые могут в районе что-то 30 рублей как их устанавливать плюс-минус здесь указано по идее компрессор должен работать даже уже от одной батарейки ну да так и есть вот даже видно как он работает небольшой электромотор мембрана и поехали двух батареек на дольше хватает вообще хочу сказать что я тестировал этот компрессор с вот такими батарейками работы хватило на 12 часов через 12 часов эксплуатации я бы просто выключил батарейки еще работали закрытом помещении звука меньше если мы сейчас оденем трубку и воздух пойдет через распылитель звук изменится потому что пошла нагрузка ну и надо сказать что компрессоры эти компрессоры они но не бесшумные звук работы но вы слышите появилась нагрузка холостую компрессор конечно работает потише если маленько вот я его не полностью но немного зажал звук сразу меняется но задача компактных компрессоров первую очередь сработать в аварийных ситуациях у меня такие компрессоры лежат про запас обязательно на случай каких-то аварийных отключений электричества когда на несколько часов нужно чем-то перебиться но смысле у меня в принципе в хозяйстве у меня используется бесперебойник компьютерный на который подключен компрессор который срабатывает в этих случаях но да до того как я пришел к этому решению у меня всегда лежали про запас такие компрессоры также иногда нужно перевести какой-то рыба либо это крупная рыба либо этой рыбы просто много какой-то помет например мальков и нет кислорода запаковать пакеты или просто пакеты нельзя использовать по причине того что крупная рыба их разорвет таких случаях я обычно использую тетровские ведра из подкорма 10 литровые так вот в середине крышки очень удобно сделать отверстие и завести туда вот такую трубку с распылителем компрессор положить прямо на крышку ведра мы опять же или прицепить за крючки куда-то на бок зафиксировать включите спокойно поставить автомобиль и уже дальше передвигаться не опасаясь за то что рыба задохнется которым перевозим то есть это кратковременное обеспечение обогащение кислорода подачи потока воздуха каких-то аварийных ситуациях понятно что на повседневку такие компрессоры не используются за того что они очень шумные ну и батареек не напасешься тем более дополнительных выходов каких-то вот как можно видеть для подключения к сети здесь не предусмотрено то есть чисто вариант такой на батарейках и хотелось бы отметить пару нюансов при эксплуатации таких компрессоров во первых что хотелось бы сказать когда вы его подключаете ставите в какой-то аквариум включаете не опускать его глубоко то есть достаточно заглубить 15 буквально сантиметров его потому что чем глубже вы опустите распылитель в аквариум тем сложнее его будет продувать вашему компрессору а компрессор на батарейках как правило не очень мощные и поэтому поток вот чем глубже будет опущен распылитель в общем тем меньше поток воздуха будет идти из компрессора поэтому обычно сантиметров на 15 я погружаю его в аквариум и все в таком режиме он работает конечно же от того насколько заряжены насколько новые батарейки насколько лучшего они качества тоже будет зависеть срок работы и мощность подачи воздуха и еще один нюанс при использовании таких компрессоров это распылитель и чем легче продувается распылитель тем больше поток воздуха будет проходить но то есть забитые какие-то долго в эксплуатации забитый бактериалкой компрессоры такой компрессор распылитель такой компрессор вообще может не продуть поэтому этот момент тоже учитывайте я обычно стараюсь использовать вот такие вот распылителя это советские так называемые ещё еще советских времен так называемый титановые распылители на мой взгляд они вот такие вот разбирается легко можно просушить продукт его и они но они на мой взгляд самые легко продуваемые распылители из всех какие не встречались с таким распылителем поток воздуха наверняка будет немного больше так что вот в остальном конечно остается пожелать как можно реже использовать такие компрессор в аварийных ситуациях ну а при перевозках они конечно очень часто выручают поэтому при возможности по необходимости конечно приобретать такие компрессоры в хозяйстве в аквариуме они иногда выручают ну и пожалуй на этом все надеюсь видео оказалось для вас полезным пишите ваши комментарии под видео а также заходите в группу канала в контакте ссылка на которую есть в описании канала и в шапке канала а я желаю вам много удачи в нашем интересном хобби всего вам доброго и до до новых встреч